В Чувашии, как и в целом по России, стремятся поднять престиж рабочих специальностей. Задача непростая, ведь в системе профобразования потеряны десятилетия. Многие ПТУ, техникумы и колледжи остались в 80-х прошлого века. Нехватка квалифицированных рабочих рук стала главным тормозом для развития бизнеса. В нашей республике дело двинулось с мертвой точки. И одним из шагов стало открытие центров поддержки выбора профессий и планирования карьеры. В этом году подобные центры заработают на базе Чебоксарских, электромеханического колледжа, экономико-технологического колледжа и техникуму строительства и городского хозяйства. В этих учебных заведениях уже прошли дни профориентации для школьников. Михаил Яковлев в техникуме строительства учится второй год. Получает сразу четыре рабочие специальности. Признается, что будущая профессия пришлась по душе. Во время практики успел потрудиться не только на различных городских объектах, но и в родной деревне. Собственноручно построил сарай. Теперь на хорошем счету у односельчан. 17-летнего мастера приглашают на каждую стройку. В будущем Михаил хочет открыть свою строительную компанию. Пример Михаила Яковлева является самым наглядным для будущих студентов, для которых и устраиваются такие профдни. На других мастер-классах школьники увидели, как класть плитку, проводить облицовочные работы, смогли примерить на себя разные профессии. Профессиональные консультанты службы занятости провели тестирование школьников, педагоги учебного заведения дали открытые уроки. Мы пришли на профориентацию, чтобы больше определиться со своей профессией, узнать, что нам больше интересно, что нам больше близко. И из этих тестов я могу сделать для себя какие-то определенные выводы. Появилась очень масса интересных профессий, но сейчас мне наиболее близка профессия – гостиничный сервис. Мне всегда было это интересно. От старших товарищей не отстают и дошколята. Воспитанники детского сада номер 122 также приняли участие в едином дне профориентации. С помощью специальной компьютерной программы смогли построить дом мечты. Преподаватели техникума считают, что именно в таком нежном возрасте детям и нужно рассказывать о разных профессиях, чтобы в будущем им было легче выбрать дело всей своей жизни. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.